осемка травку только что покушал посмотрите как будто бы снег вот под этим я бы под этой яблони конфетные смотрите смотрите да он травку сейчас покушал я не буду показывать он прочищает желудочек частенько тогда ой сколько лепесточков прям целая куча посмотрите как много да в этом году наверное будет много яблок вот эти немножко похолодание уйдет находились семкой поливали редиску полили лук лук новый подсадили сейчас пойду покажу вам это сегодня друзья у нас 7 мая вторник 2024 года у нас смотрят постоянно вот здесь мы убрали забор вот со спокойно проходим более-менее тут поравнял сколько смог наташа посадила решила посадить мы срезали там где-то веточки черной смородины молодую вот веточка дала корни я вам как-то показывал там парни в ведре стояли вот вторую он даже она немножко цветет дала корни приживет прижилась видно что прижилась вот третья и вот четвертую подсадила да ну вот говорит пускай будет черная смородина пускай черную смородину мы много едим он у нас целый куст черной смородины там у нас есть решили там а в том месте мы старую смородину черную совсем старую мы ее хотим ликвидировать уже срезали ну да дает молодые отростки не знаю выкопать не выкопать посмотрим потом покажем вам цвету да вот эти поздние яблони цветут вот это позднее у нас это зимние вот это знаю точно это белорусская малиновая тоже цветет вовсю только начало цвести вот только-только но она вы знаете она не разом знаете не разом расцветает а постепенно 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 вот такими вот одни цвет вот уже цветут другие еще только набухают и также созревают они вот когда мы снимаем урожай не весь сразу а сначала который спелые а потом уже остальное все много много будет в этом году белорусской малиновый сорт уже пчелки работали но сегодня как-то холодно и ветрено вот видите некоторые только начинают начинает а другие цветут вот розовый розовенький видите а вот это вот беленький интересно так ну вот это яблонька это вообще шикардос шикарная ауксис вон как цветет тоже такие вкусные яблоки красивые и красивые и вкусные покажем вам как-то летом в конце лета ну уже где-то в августе покажем вот эти немножко раньше эти получаются у нас в конце лета поздние летние а вот это вот осенние поздние как-то правильно а все уже слива отсвела осемочка жулик здесь на возе мангальчика да с папой с папой с папой да 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 ну ведь сегодня ветер посмотрите цветочки о семка тут наверно вкусил ну ладно или это ветром отломала о смотрите как отвалилась вот оно точно вот так вот было а как же так получилось может как-то прирастить и ладно вот такие вот они красивенькие будут они будут такие свисать такие длинненькие колокольчики осемик ну пойдем да прохладненько сегодня где-то сейчас на солнышке 10 градусов показывает вот ближе скамеечку подойду к скамейке вот какая красивенькая стала все уже засохла все высохла все отлично пойду ту сторону покажу вам как как на той стороне яблони яблони у нас цветут вот сукуриня тоже будет много я меленькая но вкусненько сейчас подожди чем очку подожди подожди и подожди жулик подожди ой как цветет смотрите кратштейн но везде будет много везде опять в яблок и виноград тоже начинает пускать вот смотрите сейчас ближе подойдут а высоко вот виноград отростки дает но в этом году по моему будет его море потому что мы за прошлом году нет прошлом году его обрезали в этом году он нам даст молодняк вон отростки весь верх будет в этой винограде яблоня тоже отростки молодые дала это графштейн и вот тоже яблоки хорошие вот не помню сорт тоже все усыпано в цветах тоже такие вкусные вот их пополам разрежешь они белые белые как сахар яблоки такие крупные у нас два кулака бывают такие громадные цвет такой темно-темно красные ну посмотрим как в этом году ну яблок много вот пойду еще покажу вам еще одну молодую яблоню тоже ауксис видите как оживает все вот здесь по еще пасок вороны вороны меня не видели вот здесь посадим мы еще одну купим красную гортензию вот этот ликвидируем не нужно ну очень много у нас окажевника вот гортензию 3 в ряд вот про этот я смородину говорил античерную не нужна она нам здесь там хватит вот еще ауксис вот видите там был ауксис там тот еще моложе вот этот постарше чуть-чуть прошлом году все усыпано было это я сколько веток обрезал но я обрезал специально чтобы они не свисали сюда чтобы можно было подъехать прокосить хорошо подойти пускай наверх тянется а потом уже я ее пущу знаете так по по сторонам по разным чем ниже ветка потом чем ниже ветка тем больше в ней притока этих сока поступает и больше яблок ничего хватает нам малина малина морозом побита немножко но все равно оживает потихоньку потихонечку там оживает о скоро зацветет скоро зацветет черная рябина арония вот такие тоже красивые белые белые цветочки будут буду потихоньку показывать вот это моя любимая я ее так нянчил так нянчил сирень вот с маленького такого тросточка вот этот пальчик наверно был сам вот пальчик точно говорю вот такая вот вот такой этот росточек нянчила нянчила там у меня у нас росла знаете на куче такой перегной был потом я ее сюда воткнул наташа давай выкинем и я говорю не давай выкинем ну она мешать здесь будет не в прошлом году один цветок был в этом году посмотрите сколько даст сколько цветов не знаю ну вот смотрите друзья я вам сейчас покажу видите морозом как щипанула эту гортензию видите как пощипала это вот доказательство что у нас были заморозки хорошенькие вот они видите как пощипала все-таки мороз пощипал ну это отойдет дай бог вот ведь пощипал пойдемте посмотрим молодняк но молодняк еще то это нет здесь не пощипал и это позже начала распускаться вот это по это ранее ранее гортензия у нас она раньше зацветает всех ну это все уже этот миндальная красавица ой забыл как она называется все время забывая и ой господи лузиане до лузианы лузиане все цвета и тоже видите сколько лепестков отцветает ой как маргаритки маргаритки и кругом одуванчики на маргаритки маргарита полос больше больше он все кругом тоже маргаритках уже первый прокос сделали и на маргаритки и начали оккупировать всю территорию буквально вот кругом кругом вот кто смотрит нас увидимся кругом маргаритка все маргаритка вот здесь мы канализацию копали пришлось нарушить вот так вот все здесь здесь вот они сюда эту землю там больше больше песка было плыву на найти но потом все они сгребли все это закапывали эту бочку трехкамерную вот одна камера вот вторая камера вот сам огромная вот она камера трехкамерная и вот здесь еще тоже идет отвод до прямо до самого туда до суда самой яблони мощный щебень как с камнями так что ну все пришлось вот это все заново здесь все пограбить я садил тройную так получается у нас газонная трава потом как она называет горчица и клевер вот три три вида показывают 33 вида друзья вот смотрите внимание видите клевер потом вот это газонная трава а горчица она попозже горчица на попозже немножко пойдет сейчас ее что-то я не наблюдаю а ну-ка на солнечной стороне пойдемте посмотрим горчица так интересно она вылазила это горчица что-то не видно ладно потом она видимо позже пойдет в принципе нам хватит и клевера и газонной травы и хватит это не обязательно нам это горчица и главное что были маргаритки кругом а маргаритки они вон опять он везде ведь сами 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 а вот здесь я тоже подсаживал здесь здесь очень много подсаживаю очень нравится на маргаритке вот здесь уже начинает оживать альпийская горка видите как вся в цветах наташа тут у меня молодец что-то посадит там что-то там там цветочек там вот посмотрите вот эти будут красивые ой они такие такие желто-оранжевые вы красота красавицы будут и там тоже вот гортензия красные наверху ну так решили мы себе хотел мельницу поставить для подписавшихся сейчас подойду к мельнице именно сюда такую платформу уже начал уже установил все а потом передумал не стали ну понимаете нам мельницу здесь сильно не видно в окно и она как-то получается здесь за углом не видно и мы решили все таки и туда вот смотрите там желтая смородина это крыжовник 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 кругом ой яблоки виноград кругом яблоки сейчас покажу я вам но это для подписавшихся вот тоже картинзия красная там наташа еще черную подсадила две по моему нет одну нет две даже малинка он полезла вот цветочки посадила вот здесь будут цветочки гортензии и все будет скоро поеду покупать эти желоба водослимные на ту сторону сначала сделаю потом на эту все-таки надеву стороны делать друзья буду на 2 делать вот куда мы решили поставить потому что знаете вот смотрите мы заходим вот калиточку открываем калиточку мы открываем заходим попа мельница видно там не как-то она не очень не смотрелось бы потому что вот эти потом начнут яблоки будут свисать веточки свисает вот это разрастается яблоня там свисает и как-то и не очень видно а это лучше видно и вот смотрите вот вот окно вот окно там окно ну дверь как окно там окно мы видим мельницу вот она она смотрите а ту если бы мы в том месте поставили мы ее не видим вообще в окно и в это не в это не не в одно окно мы не видим мельницу не в одно вот так подумали о и шушь мы хотели наделать уже уже я почти почти на хотел устанавливать и пришлось вот здесь вот навозила этих булыжников камней такой постамент мощный поставил мощнейший вот из таких плит 7 или 8 плит много как-то уже сбился со счета туда и обшил их доской обработанный пропитанным маслом отработкой маслом это вечный постамент вечный вот ширина смотрите 1 2 3 1 2 3 4 5 это 50 и здесь где-то 50 около 60 на 60 сантиметров получается да почти 60 58 наверно не хочется мне за рулеткой идти ну и высота первоначально где-то в два раза меньше сделал мне думаю что-то она низковата еще в два раза увеличил несколько плит от этих притащил нас много там за домом еще поставил и вот потихонечку начал наваживать 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 видите какой нападик смотрите кругом кругом видите шишечки видите гортензии это красные гортензии тоже вот здесь тоже будут посажены тюльпаны все будет еще даже один ряд уже несколько ташкать я хочу вообще полностью этот все вот этот остров мы его островом зовем почему остров потому что вот смотрите здесь брусчатка кругом брусчатка 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 там все заделано это как островок у нас вот такой островок пионы там другие кусты тоже вот это я не не помню как называется вот все все в цветах кругом вот навесик и не никому не мешает вот так вот решил сделать анавес свои мощные туда пробурил забетонировал и все стоит на сваях но круглый такие мощные арматура там трубы оцинкованы ну а вот у нас это желтый виноград но он уже тоже почечки начинает давать да 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 вот они друзья почечки смотрите видите какие почки уже с листочками вот они вот а поближе покажу вам о старый виноград засохший вот смотрите а вот эти надо будут палочки мне будут разделать может даже сегодня вечером займусь обработаю их уже купили купили мы сейчас я покажу интересно там она стоит нет вот здесь стоечки будем ставить на пионы подождите где-то я поставил или наташа поставила на съемка а я где же я хотел вам показать сейчас я сейчас я отключусь и покажу вам гранулы эти их надо разбавлять водой все вам кота вон кого-то где-то погонять жулик молодец а вот дверь открыл я здесь у нас евро второй дом друзья второй дом о решили зеленый купить будут зеленые у нас доски такие такие светло-зеленые а вот на фоне вот этой досточек я разбавлю ванночки ну или в ведре большом ведре разбавлю вот такая вот смотрите средства для защиты древесины о концентрат на 15 литров но я его на 10 литров разбавлю чтобы помощнее был и эти будут ну не такого цвета побледнее будут чтобы они не бросались в глаза вот эти стойки для пионов друзья стоечки и такими веревочками тоже будем типа типа таких вот веревочек может быть потоньше чтоб не не сваливались они я говорю про пионы друзья вот и мы съемочкой будем заканчивать друзья спасибо вам большое за поддержку нашего канала вот смотрите вот трех шагах пожалуйста вот она вот так вот проходила здесь гуляла вот у нас смотрит постоянно повторяю смотрели раньше как она гуляла здесь съемочкой все время не скучно было мод уезжаем она оставалась съемкой вот здесь она сидела там на скамеечке там там она сидела с ним есть где погулять у нас все этот домовитый домовитый жулик спасибо за поддержку нашего канала ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал видите какой ветер с яблонь все летят летят эти лепесточки беленькие всякие разноцветные до следующих видео друзья спасибо вам большое ой теме пойдем домой пошли ой домой ты хочешь домой да ну-ка скажи еще вы домой хочешь ай он лишь его снимает не хочет говорить все ладно заканчиваю домой просится